всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал опять я на кухне опять я с вами к вам со своей степней что сегодня будем готовить совсем недавно вот буквально на днях я вам показывала салат из свеклы там свекла огурчик и маринованный мной маринованный лучок ну в общем он такой самый быстрый салат самый быстрый какой только может быть но от того что он так быстро готовится от этого он не становится вкус не вкусным или еще что-то вкусный всем рекомендую такой салатик хотя бы попробовать ну а там вы уже решите нравится он вам или нет сегодня мы тоже будем готовить со свеклой а что мы будем готовить я вам сейчас сначала покажу овощи которые я подготовила а потом вы уже наверное какие-то предположения у вас будут а я вам расскажу что же буду готовить из этого состава продуктов давайте посмотрим сначала и смотрите какой у меня тут красивый набор овощей свекла морковь два вида перца можно любой использовать один но у меня просто просто два хочу вот так сделать здесь у меня зелень укроп и петрушечка здесь у меня зеленый лучок можно вместо зеленого лука использовать обычный обычную головку разницы никакой помидорчики ну а сам маринад мы сделаем немножко попозже что сейчас сделаем свеклу запекаем морковь чистим ну и как вы думаете что из этого будет тогда из этого будет тоже очередной салат все опять просто но этот салат будет такой он в нем есть маленький секретик секретик заключается в том что этот салат можно не только приготовить и съесть но его еще можно положить в банки в стерильные закатать и они будут стоять всю зиму и будете доставать по мере необходимости конечно сейчас не время всяческих заготовок но вы всегда можете это приготовить тогда когда будет много всяких овощей то есть летом я этот салат эту заготовку называю борщевая заправка и очень часто ее в россии очень часто делала потому что там уголе дача или или просто пойду там и куплю свеклу и морковь и летом все это есть в баночку замариную все это в баночку со сложу зимой достаю борщу я мой муж очень любил открывать такую баночку и прям ложкой в бочке класть можно можно использовать это как зажарку уже готовую а муж мой любил к обычному борщу еще и ложку вот этого добавить и больше туда получался такой красивого бордового цвета многие кстати любят именно такой цвет но его можно и просто использую просто кушать как салат можно на хлеб класть что еще можно с ним в общем нужно есть что с ним может понятно нужно что нужно нужно есть давайте начнем готовить и начну я готовить с того что я свеклу запеку в духовке и хочу немножко убыстрить процесс потому что свекла готовится дольше чем остальные овощи запеченная будет упростит мне работу убыстрит остальные овощи я морковь натру на терку а лук порежу и помидоры порежу и перчик порежу ну давайте начнем наверное запекать свеклу сначала я ее в духовку на полтора заверну ее в фольгу и на полтора часа в духовку и она будет готова кто-то хочет может в микроволновку в микроволновкой за воспользоваться можно ее сварить можно даже не варить а просто ее потереть и начать приготовление с с нее с сырой я не люблю тереть сырую свеклу свеклу потому что она разбрызгает эти брызги красные потом везде везде я этого не люблю поэтому я побыстренько приварила припекла в духовочке и буду из нее готовить так ладно ставлю в духовку свеклу и начинаем готовить все остальное тру морковь очищаю все давайте уже готовить ну что на крупной терке натру морковку я вы как уже рассказывала вам что я очень люблю когда красиво нарезка там соломкой какой-то длинной но для этого салата для этой заготовки лучше всего подойдет крупная терка сейчас я натру на крупную терку морковь и потом уже запеченную свеклу свеклу так и теперь нужно потереть свеклу взяла вот такую вот побольше миску чтоб не очень разбрызгалась терпеть не могу когда свекла кругом брызгается потом не оттереть ну будем ну а теперь нужно нарезать перчик как я его буду резать я его на кубики буду резать так ну вот так вот как-то я на я нарежу перчик сначала на такие вот штучки потом мельче ну а теперь нарежу лучок зелененький сейчас покажу как как ну вот так вот я нарезала лучок и начну я приготовление с того что я его начну зажаривать я вот подготовила уже сковородочку мою любимую зажигаем то наливаем растительное масло сейчас она нагреется и сюда лучок маслица согрелась и сюда высыпаю лучок не получается высыпать сейчас вам покажу вот высыпала так его нужно буквально чуть-чуть прогреть сильно зажаривать его не надо буквально несколько минуточек 2 3 ну вот хватит и сюда морковь и тоже слегка припустим тоже зажаривать ее не будем нам нужно чтоб оно морковь ну так помягче просто стало так и за морковочкой перчик сюда же тоже чуть-чуть чуть-чуть слегка обжарим пока у меня там овощи томятся обжариваются подготовлю сразу помидорчики я их нарежу кубиком и потом добавлю за зажарку в свою но вы можете использовать не помидоры а томатную пасту это уже по вашему желанию потом и вообще изначально этот рецепт с томатной пастой ну поскольку у меня есть помидоры я тут не ограничиваю себя в овощах поэтому я буду использовать помидорчики так и нарезала помидорчики вот такими кубиками это же отправляю сюда сковородочку так и надо это все хорошо вмешать по его если вы знали какой запах идет прям о такими овощами перчиком помидорчиком пусть это томится можно даже накрыть крышечкой у нас свекла готова потому поэтому мы свеклу будем добавлять самый последний момент а это у нас все сырое поэтому это должно все пережарится вот я накрыла крышечкой и на самый-самый медленный огонь где он там у меня вот он вот такой вот самый медленный пусть это потонится под крышечкой несколько минуток ну давайте приготовим маринад значит здесь у меня две ложки 9 процентного уксуса я к ним добавляю две ложки воды столовой ложки одну столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли обычно я добавляю сахара немножко больше ну вообще вот эта заправка сочетание вот ингредиентов это столько-то воды столько-то уксуса сахара и соли оно вообще такое универсальное но когда я делаю что-то со свеклой я сахара добавляю меньше потому что она и так достаточно сладкая сладость не есть поэтому вот по ним поменьше немножко сахара и хорошенько это все размешать так теперь надо посмотреть как у нас там протомились овощи ну овощи почти готовы еще дадим немножко им потомиться под крышечкой буквально три минутки так ну что у нас тут ну по мне все готово осталось сюда добавить своку перетертую уже готовы и все хорошо перемешать красиво это все получается так и тут маринадик готов сахар почти растворился и я это все вливаю к овощам теперь накрою это все крышечкой дам этому всему протушиться хорошенько ну что тут все готово положу сюда лаврушечку ой ароматы бесподобные так ну наверное можно немножко поперчить так где у меня перчик вот у меня перчик чуть-чуть поперчи для аромата и я вот тут смотрите приготовила зелень укроп петрушку мелко покрошила и чесночок если вы делаете такую заготовку на зиму зимой будете то вот это не обязательно потому что вы всегда эту зелень можете добавить непосредственно уже в борщ или блюдо которое будете готовить со свеклой а я со свеклой а я сейчас добавлю это прям сюда и немножко про томлю и у меня будет такой аромат некий салат который я буду есть прям сейчас ой какая красота сразу такой вкусный аромат пошел чесночок зелень это безумно вкусно ну что еще чуть-чуть под крышечкой подержим можно уже накладывать тарелочку о такая красота ну что все готово выключаем и перекладываем салатник ну что салатик готов посмотрите вы бы только даже не представляете себе какой идет аромат от этой вкусняшки ну вот это вот прям можно было запихнуть в баночку стерильную закатать крышечкой и это бы стояло даже не в холодильнике а просто в любом другом месте ну мне очень понравилось и вам рекомендую такое блюдо тоже делать вот мы с вами приготовили борщевую заправку если кто-то так делает напишите пожалуйста если кто-то так не делают попробуйте вам понравится я думаю это замечательный рецепт можно использовать как для борща можно прям как салатик сразу поесть в холодном виде вообще просто исключить исключительный но можно есть горячим как гарнир к любому второму блюду котлетки к мясу и еще к чему-то рекомендую спасибо что были со мной спасибо что посмотрели мое видео увидимся с вами обязательно в следующем и всем пока пока